Привет, друзья! Сегодня сделаем реально годное устройство своими руками, которое советую взять каждому домашнему мастеру на вооружение. И все материалы будут расписаны в описании. Работать будем с профильной трубой. На моем столе расположилась труба 40 на 20, которая заранее была нарезана по полтора метра. Но работяги не парились и куски некоторые получились чуть меньше, либо чуть больше. Поэтому в первую очередь выбираю 4 отрезка. Либо ровно, либо больше полтора метра. А остальные откладываю в сторону. С одного края выровнял трубу и зажал струцинами. А с другого буду торцевать сразу пакетом трубы, чтобы все срезы получились одинаковые. Следующие заготовки будут из трубы 20 на 20 с толщиной стенки полтора миллиметра. Профтруба 40 на 20 и 20 на 20 это основные материалы для нашей самоделки. Трубу 20 на 20 также зажимаю струцинами и торцую пакетом, чтобы получить ровный край. Далее заготавливаю отрезки по 50 сантиметров в количестве 12 штук. Один отрезок трубы ровных 50 сантиметров использую как маркер. Края заготовок подравниваю лепестковым диском. Первые детали заготовлены. Можно начинать разметку. От края трубы 40 на 20 отступил 10 сантиметров. А далее делаю разметку каждые 25 сантиметров. Размечаю сразу все четыре стойки, чтобы высота была у всех одинакова. Раскладываю на столе первую стенку. Где-то помогают хорошо магнитные уголки. И сначала цепляю сваркой на точке, чтобы в дальнейшем проверить диагонали заготовки и убедиться, что никуда ничего не съехало. Со второй стенкой поступаю аналогичным способом. И вот две боковые стойки с одинаковыми размерами готовы. Работа с металлом затягивает. Постоянно что-то собираешь и создаешь. Но не у каждого под рукой есть мастерская. Но насладиться процессом сможет каждый. Для этого есть Крусаут. Бесплатный онлайн-экшен, которым ты можешь строить и уничтожать. Собирай бронемашины из сотен деталей. Участвуй в масштабных зарубах за ресурсы с другими игроками. Отстрели врагу колеса, и он никуда не уедет. Или уничтожь оружие, и он останется беспомощным. В Крусаут важна каждая деталь. Экспериментируй с оружием, броней и модулями. Генератор невидимости, ловушки, защитное поле, ховеры и многое другое. Улучшай отношения с разными фракциями, чтобы получить доступ к новым технологиям. Если играешь с друзьями, то вместе вы можете собрать непобедимого составного робота. На карте мира ты найдешь любое задание. Бои с другими игроками, королевскую битву, сражения с огромными боссами или сюжетный режим. А еще в Крусаут постоянно проходят особые ивенты. Прокачивай батл пасс, чтобы открывать новые детали и чертежи. Так что, мой друг, качай Крусаут бесплатно по ссылочке в описании и получай ценные бонусы. Ну а я на еще один заход. Для третьей заготовки снова торцуем два куска трубы 40х20 и делаем одинаковый размер. Затем подготавливаем отрезки трубы, размер которых зависит от вашей ширины заготовки. В моем случае он составил 5 отрезков по 44 см и 2 отрезка по 48 см. Затем наносим разметку на профильную трубу и выставляем заготовки, а потом уже провариваем. И получилась у нас вот такая полочка. По краям добавил еще кусочки профтрубы для лучшего защелкивания. Далее собираем четвертую секцию. Для начала торцуем края и высчитываем расстояние между стойками. Оно должно быть одинаковое, что сверху, что снизу, чтобы наша секция была вплотную. У меня получилось 134,5 см. Ну и так же нарезал 4 промежуточных стойки по 50 см из трубы 20х20. А потом все собрал в единую секцию. Музыка. 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 Далее собрал все стенки на свои места и прижал струбцинами со всех сторон, чтобы получить жесткое основание. Таким образом я выровнял боковую стенку и выставил углы в 90 градусов. Теперь нужны нам гаражные петли. У меня 18 диаметр, края которых подточил и сделал конусную форму для удобства надевания. Затем опрокинул конструкцию на пол и стал крепить петли. Тут я сделал небольшую ошибку. Не обратил внимания на расстояние, при котором нужно вытаскиваться полки. Но далее увидите, о чем я говорю. Закрепил петли на прихватке. И сначала надо проверить всю конструкцию на работоспособность. Закрепил петли на прихватке. Все вставляется хорошо и на любой ярус. И стал проваривать конкретно наглухо швы. Затем взялся за колеса. Диаметр колеса у меня 75 мм. Поворотные и со стопорами. Вообще хотел брать диаметром 100 мм, но таких не нашел. Было либо 75, либо 200. Но и 75-х, как показала практика, достаточно. Под колеса сделал площадку из листа металла толщиной в 3 мм. Сделал разметку и нарезал площадок 80 на 80. Далее разметил маркером отверстия и стал засверливаться на 8 мм. Сами площадки колес решил крепить на болты и увеличил отверстия под 8 мм. А то начну сваривать, сейчас смазка из подшипников вытечет. Короче, лучше на болты. Так спокойней и надежней. Получилось вот таких 4 площадки. Установил на свое место и приварил. В боковой секции добавил стопорную гайку. Таким образом, в рабочем положении боковая стенка не выскочит. А чтобы вытащить ее, надо просто сложить леса. Ну и сами петли переварил чуть выше. Вот видите, тут осталась точка. Чтобы полка заходила спокойно. Далее пошла покраска. Красил с помощью краскопульта. И довольно дорогой краской. Но зато надолго хватит. Ну, тем более, делаем для себя. Пока подсыхала краска, занялся полкой. В идеале, кинуть сюда фанеру. Ну, в 15 мм, я думаю, хватит. Но такой у меня нет под рукой. Поэтому решил делать в два слоя. Сначала кусок ОСБ плиты. В 9 мм. 50 на 1,5 м. А затем кусок фанеры в 10 мм. На выходе получим 18-19 мм. В принципе, этого достаточно. А саму фанеру покрасил в синий цвет, просто с баллончика. И закрепил на оцинкованные саморезы. Колеса закреплял на болты 8 мм. Длиной где-то 28-30 мм. К ним добавлял гравер и гайку. Установил заглушки на свои места для безопасности. Ну и вот готовый результат. Получились перекатные, разборные, переносные, перевозные леса для ремонта, стройки и отделки. В моем случае это отличный помощник для внутренней отделки моего частного дома. На моем втором канале вы их увидите очень часто. На канал, кстати, есть ссылка в описании. Сама полка регулирует высоту. От самой маленькой до максимальной. С моим ростом 180 см я могу достать на 3,5 м. Это как бы довольно хорошо и хватит за глаза. Сами леса довольно мобильны. Можно спокойно быстро разобрать. Погрузить в машину и поехать на объект. Или разобрать не полностью, а снять только полку. Сложить их и переместиться в другую комнату. Все материалы, которые были задействованы, я распишу в описании под видео, друзья. Ну а цены вы уже смотрите сами. Так как у всех они будут разные. Самое дорогое в этой конструкции, ну что я почувствовал, это колеса и краска. На краске, конечно, можно сэкономить. А вот на колесах я бы экономить не стал. Я старался подать это видео более подробным. Так как такой помогатор, но реально полезен. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И напишите обратную связь. Что понравилось, что нет. Как можно доработать или удешевить конструкцию. Спасибо вам за просмотр, друзья. Легкой вам работы. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok